Добрый день, уважаемые партнеры, уважаемые подписчики канала. Меня зовут Limbix. Добро пожаловать на мой канал и добро пожаловать к первому видео на русском языке, которое посвященное компании Resonance Capital. Я уже много роликов записал о этой компании. Они были либо на немецком, либо на английском языке. Но совсем недавно я увидел, что все-таки много у меня подписчиков из русскоязычной сферы, поэтому я все-таки решил записать видео на русском языке. Надеюсь, вам понравится. Если отзывы будут хорошие и будет много просмотров, тогда я все-таки буду записывать больше русских роликов. Итак, давайте поговорим о компании Resonance Capital. Компания Resonance Capital занимается продажей и покупкой так называемых акций Penny Stocks. Penny Stocks – это недооцененные акции. В еврозоне их называют евроакции, в Америке их называют 5-долларовые акции. Это, в принципе, дешевые акции, которые мелких компаний, стартапов. Они обычно стоят в районе евро-два, и они очень волатильные. То есть курс может подпрыгивать, может опять падать. Ну и, если, допустим, возьмем акцию, которая стоит евро, она может за день подняться на евро 20, скажем. Ну, в принципе, это всего лишь 20 центов, но в процентах это 20%. Если, допустим, у вас много таких акций, миллионы, тогда, допустим, если миллион, тогда можно заработать за ночь 200 тысяч долларов. То есть очень великий потенциал, если правильно и грамотно подойти к вопросу. То есть выбрать правильный портфель и правильную стратегию торговли. Компания латвийско-американская с филиалами в Риге и в США. Ну и будет открываться еще офис в Москве. На самом деле намного больше всяких офисов региональных еще будет открываться. Но на данный момент вот эти три офиса пока есть. Итак, давайте с вами рассмотрим инвестиционные портфели. Есть семь портфелев. Старт, Тест, Старт, Бронзе, Сильвер, Гольд, Платинум и ВИАЙПИ. Здесь есть такая вот очень удобная табличка, которая показывает все портфели и соответственные сроки работы и доходы. Вот. Каждый инвестор получает бесплатно портфель-тест. Как только он прошел регистрацию, он получает бесплатно портфель-тест и 5 долларов начисляются на этот портфель. Бесплатно, то есть в подарок. Этот портфель работает 28 дней. Каждую неделю вы будете получать 1 доллар 40. И в итоге после 28 дней у вас будет 5 долларов 60. Чтобы получить эти деньги, вам надо будет купить портфель-старт. В портфель-старт можно вкладывать либо 50, либо 100 долларов. Срок работы 168 дней, что в принципе есть 24 недели, либо 6 месяцев. То есть здесь мы постоянно считаем так, что месяц имеет 4 недели. На самом деле бывает больше, но мы считаем здесь по 4 недели для простоты подсчета. Еженедельная прибыль будет 6%. То есть давайте будем исходить из того, что вы купили пакет за 100 долларов. Пакет-старт за 100 долларов. Тогда вы каждую неделю будете получать 6 долларов. Каждый месяц 24 доллара. То есть умножаем на 4, получаем ежемесячную прибыль 24 доллара. Весь срок длится 6 месяцев. То есть эти 24 умножаем еще раз на 6 и получаем 144 доллара. Депозит включен в выплаты. То есть чтобы посчитать чистую прибыль, вам надо отнять 100 долларов от этих 144 долларов. То есть ваша чистая прибыль за 6 месяцев будет составлять 44 доллара. Начисление прибыли происходит каждую пятницу. Хотя выводить деньги можно в любой абсолютно день. Даже в воскресенье и в субботу. Здесь вы видите, то есть в самом низу вы видите наличие пакетов. То есть за всю жизнь получается. Вы можете только один пакет старт купить. Вы можете 2 пакета бронза купить. 3 пакета сильвер. 4 пакета гольд. 5 пакетов платинум. И 5 пакетов VIP. Старт и бронзы работают 6 месяцев или 168 дней. А сильвер уже работает дольше. То есть здесь у нас среднесрочная стратегия вкладов. А вот здесь, начиная с сильвер, мы уже делаем долгосрочные инвестиции. Давайте, может быть, рассмотрим с вами пакет сильвер. Например, в неделю вы будете получать 3,3%. В месяц 13,2%. А за весь срок, за 12 месяцев, у вас будет 158,4%. То есть 58,4% чистой прибыли. И чем больше вы вкладываете, тем больше у вас процент. То есть если уже в гольд вложили, тогда процент вырастает на 14 в месяц. Если в платинум, то процент вырастает на 15. Если в VIP, тогда процент вырастает на 16. У портфеля Тест есть одна особенность. На него начисляются бонусы, как только вы покупаете новые портфели. Эти бонусы я хотел бы вам здесь объяснить. То есть портфель Тест приносит 112% на протяжении 28 дней. Как вы только прошли регистрацию, вы получаете 5 долларов в подарок. Это я уже объяснял. Как вы только купите старт пакет, вы получаете 10 долларов в этот пакет. И чтобы снять эти 10 долларов, то есть после 28 дней они превратятся в 11 и 20 долларов, чтобы их снять, вам надо будет купить пакет бронзы. Как вы только купите пакет бронзы, вы получаете начисление 30 долларов в ваш тестовый пакет. И чтобы его снять, эти 30 долларов, вам надо будет купить пакет Silver. И так далее, и так далее. Это что касается заработка. А что касается бонусной системы, есть три разных вида бонусов. Есть классический бонус, он составляет от 3 до 20%. Есть структурный бонус от 1 до 3%. И есть премиальный бонус от 1000 до 1 миллиона долларов. Итак, давайте рассмотрим карьерные ранги. Как вы только купите портфель Start, вы становитесь консультантом. Как только ваш оборот структуры наберет 2000 долларов, и вы купите портфель бронзы, вы становитесь менеджером. Чтобы стать топ-менеджером, вам надо иметь 20000 оборотов в структуре и иметь портфель Silver. И так далее. То есть ранги идут до акционера с 5 звездами. То есть если в вашей структуре 10 миллионов долларов, и вы имеете портфель VIP, то есть их надо 5 иметь получается, тогда вы станете акционером 5 звезд. Как же все-таки подсчитывается объем структуры? Ваша личная линия, то есть ваша личная продажа, это в принципе вклад в вашей прямой линии. Каждый ваш прямой партнер, который делает вклад, он приносит вам 100%. Каждый вклад вашего партнера приносит 50%. То есть по факту он находится во второй линии. То есть если первая линия продает пакет, то по факту пакет находится во второй линии. И во второй линии все вклады во второй линии приносят вам 50%. И так далее. Чем глубже инвестиция в структуре, тем меньше она приносит к вашей структуре. То есть есть интерес все-таки создавать широкую структуру и иметь много партнеров по первой линии. И не только там, допустим, находить одного, двух, трех хороших партнеров, которые там приглашают и приглашают. Нет, все-таки интересно иметь широкую команду, то есть широкую структуру. Да, какие бонусы получает именно вот эти ранги, о которых мы только что поговорили. Ну, консультант, он получает 3% от первого уровня. То есть он только от первого уровня получает. Чтобы открыть все остальные уровни, вам надо стать менеджером. Как вы только стали менеджером, вы получаете 5% от первого уровня и 2% от всей структуры. То есть неважно, где вклад был сделан, там может даже в 10-20 уровне, это неважно. Вы получаете со всей структуры 2%. Топ менеджер уже получает до 4% со всей структуры и 7% от первого уровня. Почему здесь написано до? Потому что этот процент, эти 4%, они зависят от того, какое у вас расстояние от вашего ниже поставленного. То есть если под вами менеджер, то вы тогда 2% только получите. Если под вами консультант, то от него получите 4%. Ну, мы еще приведем небольшой пример, где это будет более популярно объяснено. Так, классический бонус. Да, то есть ранги идут до акционера 5 звезд. И акционер 5 звезд получает 20% от первого уровня и до 17% от всей структуры. Итак, я обещал пример. Вот в этом примере вы являетесь директором. То есть директор может получить до 9% классического бонуса от всей структуры. То есть все личные продажи, все вклады по первой линии, на них получаете 9%. Если под вами консультант, вот в левой ноге, если консультант, тогда от него вы получаете разницу между вашим процентом и его процентом. То есть 9% минус 3% составляет 6. Если под вами менеджер посередине, то между вами разница 4%. Поэтому вы получаете 4% классического бонуса. А справа под вами топ-менеджер. От него получаете 2%, потому что у вас разница между... То есть разница между вами всего 2%. Итак, внимание, вопрос. Что произойдет, если под вами тоже директор? Очень просто. Классического бонуса по всей структуре его не будет. Это так называемая компрессия. То есть вам надо иметь хотя бы один ранг. То есть разрыв должен быть хотя бы один ранг. Иначе бонуса не будет. Итак, есть еще структурный бонус. Он открывается после ранга топ-менеджер. И он отчисляется на доход. То есть не на продажу, не на объем, а на доход ваших клиентов. То есть если вы топ-менеджер, у вас один уровень. С первого уровня получаете 1% на весь доход. В первом уровне директор уже получает по двум уровням. То есть 1% на второй уровень и 2% на первый уровень. И так далее. Акционеры, они все получают одинаковый бонус. То есть не важно, сколько у них звезд. 1, 2, 3, 4 или 5. Они все получают 1, 2, 3% по трем уровням. Да, здесь небольшой пример. Вы директор. Под вами есть портфель GOLD. Он приносит, допустим, доход 3,500. И вы получаете 1% с этого дохода. Справа находится портфель VIP. Он приносит доход, допустим, 2,560. На него вы получаете 1%. Потому что он на втором уровне находится. На первом уровне у нас есть пакет платинум. Тут доход 4,500. Потому что 5 пакетов. И на него вы получаете 2% от всего дохода. Итак, премиальный бонус. Как только вы достигаете ранга топ-менеджер, то есть 20 тысяч оборотов в структуре, вы получаете бонус 1000 долларов. Директор получает 2,500 и так далее. Акционер получает 25 тысяч долларов за достижение уровня, ранга. Эти деньги можно выводить сразу же, моментально. Как только вы стали топ-менеджером, допустим, получаете 1000 долларов, можете моментально переводить. Акционер 5 звезд. Он получает либо миллион, либо шикарный апартамент. Акционер 4 звезд получает либо полмиллиона, либо апартамент. Акционер 3 звезды получает либо 300 тысяч долларов, либо ламборгини. Ну и акционер 2 звезды получает... А, вот так. Значит, они получают деньги плюс машину. Если машину не хотите, тогда деньги. То есть, если, допустим, акционер 2, он получает 20 тысяч и машину Porsche Panamera. А если машину не хотите, тогда вместо машины 150 тысяч долларов. В интернете появились слухи, что есть все-таки у Резонанса отношение к проекту Квестра. Ну, Квестра вы, наверное, все знаете. Большой проект работает уже долго. И недавно появились слухи в интернете, на всяких различных форумах, что все-таки есть большая связь Резонанс Кэпитал и Квестра Холдингс. Итак, информацию я нашел на немецком форуме. Я позже объясню, почему именно я обратил внимание на немецкий форум, а не на какой-то другой. Но до этого я хотел бы вам рассказать, что здесь написано. Итак, письмо пишется от двух людей по именам Иварс Бисеникс. Я извиняюсь за мой акцент. Это латвийский язык. Как я понимаю, латвийские имена. И Марис Лансбергис. Здесь пишется, что эти два человека разрабатывали Квестру 1. Квестра 1 – это был первый проект Квестры. Назывался Квестра Холдингс. И после него появился Агам и Квестра Волд. Так вот, эти два человека разрабатывали именно Квестру 1. У них было очень много идей, очень креативных идей. И человек по имени... Его здесь называют мистер Константин. То есть Константин. Он не дал им осуществить все их идеи в этом проекте. Все идеи, которые они имели. Поэтому они решили... То есть не они решили, а их как бы кинули, получается. Вот, здесь пишется, что с ними обращались очень плохо. И их кинули на деньги, получается. Получается, извините за мой сленг. Вот. И они решили уйти. Так. И теперь... После того, как они ушли, они начали разрабатывать новый проект, используя технологию Angular. Может, вы слышали уже. Angular базируется на Javi. Это самая новая технология. Вот. Они работали над этим проектом целый год, как вот здесь пишется. Ну и создали Resonance Capital. И их основная цель заключается в том, сделать этот проект лучше Квестра. То есть сделать этот проект самым лучшим в индустрии. В индустрии онлайн-инвестиций. Вот. Ну, другими словами, хотят, наверное, все-таки отомстить за то, что их кинули. Ну, мести, как говорится, не всегда самая лучшая мотивация. Также это одна сторона медали, а другая сторона медали. Все-таки есть у них большая мотивация. Да. И они решены все-таки создать что-то великое, что-то большое. Ну, естественно, есть ли это все правда. Насколько это все правда, я не могу вам сказать. Но я знаю, что информацию получили немцы. Почему бы я доверял немцам? Ну, они все-таки в Квестре занимают лидерские позиции. То есть, если взять, посмотреть на Алексу, 24% инвесторов из Германии. Ну, и в Швейцарии можно тоже что-то добавить. То есть, немецкая язычная зона, она является самой большой группой целевой в Квестре. То есть, они все-таки, наверное, разбираются. Только поэтому я обратил внимание на это сообщение. Вот. Насколько это все правда, не могу вам точно сказать. Но я думаю, эта информация когда-нибудь либо подтвердится, либо не подтвердится. Я думаю, надо будет еще немножко подождать. И мы об этом узнаем. Вот. Ну, это в принципе все. Что еще хотела сказать. Проект развивается постоянно. Постоянно подключаются новые сервисы. Недавно подключилась платежная система Pair. Ждем биткоин. Вот-вот будет. Может быть сегодня, может быть завтра. Разрабатывается оффлайн-евент. То есть, лидерский ивент. Лидерское мероприятие. Будет, скорее всего, происходить в августе. Где-то в Европе. Это рассказало руководство. Вот. То есть, проект будет медленно развиваться. Скоро появятся новые языки. 8 языков. Я их всех сейчас не перечислю. Ну, в любом случае, немецкий, испанский, польский, арабский. И так далее. Сайт очень качественно сделан. Очень быстро, хорошо работает. Есть, конечно, сходство с квестерой. С удовольствием заходите. Регистрируйтесь. Посмотрите на BackOffice. Может быть, вложите там маленькую сумму, чтобы проверить там механику. Проверить, как работает BackOffice. Как выплаты работают. Выплаты работают, в принципе, очень быстро. По регламенту. От двух до пяти дней. Но очень часто получаю деньги. Прямо за какие-то считанные минуты. Деньги всегда приходят в пятницу, вечером, поздно. И сразу их можно снимать. Платежные системы. Есть Perfect Money. Есть Advanced Cash. Есть Payer. Появится скоро биткоин. Я уже говорил. Это, в принципе, все о проекте. Это мое первое видео на русском. Если вам будет интересно, пишите. Заходите на networkmoney.me slash contact. Оставляйте сообщения. Я создам еще группу Telegram. Она для русскоязычных. Если все-таки появится много интересующих. И будем общаться. Я желаю всем удачи. До свидания.